Тема урока алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби. На этом занятии мы рассмотрим основное свойство алгебраической дроби. Несмотря на довольно большое внешнее отличие, существующее между алгебраическими и обыкновенными дробями, у них много общего, а именно и обыкновенным и алгебраическим дробям присуще одинаковое основное свойство и общие правила выполнения арифметических действий. В рамках этого урока мы столкнемся с понятиями сокращение дроби, умножение и деление числителя и знаменателя на одно и то же выражение, а также рассмотрим примеры. Вспомним основное свойство обыкновенной дроби. Значение обыкновенной дроби не изменится, если ее числитель и знаменатель умножить на одно и то же число, не равное нулю. Например, 1 пятая умножим и числитель и знаменатель на число, не равное нулю, например, на 3. 1 умножить на 3 будет 3, 5 умножить на 3 будет 15. Получаем дробь 3 пятнадцатых. 3 пятнадцатых равно 0,2. Также значение обыкновенной дроби не изменится, если числитель и знаменатель данной дроби разделить на одно и то же отличное от нуля число или сократить. Например, 4 двадцатых. Разделим и числитель и знаменатель данной дроби на отличное от нуля число 4. 4 разделить на 4 будет 1. 20 разделить на 4 будет 5. Получаем дробь 1 пятая. Алгебраические дроби являются в некотором смысле обобщением обыкновенных дробей и над ними можно проводить те же операции, что и над обыкновенными дробями. Основное свойство алгебраической дроби. И числитель и знаменатель алгебраической дроби можно умножить или разделить на один и тот же многочлен, в частности, одночлен или число, не равное нулю. Это тождественное преобразование заданной алгебраической дроби. Тождественное преобразование алгебраической дроби путем деления ее числителя и знаменателя на один и тот же многочлен называют сокращением алгебраической дроби. Например, алгебраическую дробь х разделить на х плюс у при необходимости можно заменить дробью х умножить на х минус у разделить на х плюс у х минус у. И числитель и знаменатель данной дроби умножили на х минус у. Пользуясь основным свойством алгебраической дроби, дробь а в квадрате минус аб разделить на а в квадрате можно сократить на а. Для этого необходимо предварительно разложить на множители числитель и знаменатель дроби, а затем разделить их на общий множитель. а в квадрате минус аб разделить на а в квадрате равно а вынесем за скобки, в скобках остается а минус b. Разделим на а в квадрате, сократим на а и получим а минус b разделить на а. Решим следующую задачу. Приведите алгебраические дроби к общему знаменателю. Пример номер один. 5 разделить на 12с и 1 разделить на 18с. Пример второй. 15 разделить на m минус n и 16 разделить на n минус m. И пример третий. х разделить на х плюс у и х разделить на х минус у. Решим первый пример. Для дробей 5 разделить на 12с и 1 разделить на 18с наименьшим общим кратным будет знаменатель 36. Числитель и знаменатель дроби 5 разделить на 12с необходимо умножить на 3, чтобы получить знаменатель 36с. А для дроби 1 разделить на 18с умножаем и числитель и знаменатель на 2. Получаем 5 умножить на 3 разделить на 12с умноженное на 3 равно 15 разделить на 36с. И 1 умножить на 2 разделить на 18с умноженное на 2 равно 2 разделить на 36с. Таким образом, воспользовавшись основным свойством алгебраической дроби, мы выполнили задание. Чтобы привести дроби 15 разделить на m минус n и 16 разделить на n минус m к общему знаменателю, необходимо и знаменатель и числитель второй дроби умножить на минус 1. Получаем, минус 16 разделить на минус n минус m равно минус 16 разделить на m минус n. Не забываем, что m не равно n. Таким образом, дроби 15 разделить на m минус n и 16 разделить на m минус n имеют одинаковый знаменатель. Решим третий пример. В данном случае просто умножим знаменатель и числитель первой дроби на знаменатель второй дроби. И наоборот, знаменатель и числитель второй дроби на знаменатель первой дроби. Это позволит нам привести дроби к одинаковому знаменателю. Первая дробь. x разделить на x плюс y равно x умножим на x минус y разделить x плюс y умножить на x минус y равно x в квадрате минус xy разделить на x в квадрате минус y в квадрате. В числителе раскрыли скобки, а в знаменателе воспользовались формулой разности квадратов. Вторая дробь. x разделить на x минус y равно x умножить на x плюс y разделить на x минус y умножить на x плюс y равно x в квадрате плюс xy разделить на x в квадрате минус y в квадрате. Таким образом, с помощью дополнительных множителей х-у и х-у заданные дроби приведены к общему знаменателю х в квадрате минус у в квадрате. Итак, на этом уроке мы рассмотрели основное свойство алгебраической дроби, а также решение примеров с его использованием. Приводя алгебраические дроби к общему знаменателю, мы заменяли одну алгебраическую дробь другой дробью. Тождественно равной первой.